Энергетический скачок. В Черепановском районе несколько домов стоят без отопления, а включенные обогреватели выбили трансформаторы, и люди остались еще и без света. В причинах прохладного отношения коммунальщиков разбиралась Ирина Звягина. Дай бог здоровья, как говорится, моим друзьям. Они приютили, я у них ночевала, потому что дома шел пар изо рта, на улице как раз снег шел, и вот это все произошло. У нас не было ни света, ни воды, ни тепла. Два дня жители девяти домов по улице Кирова жили в таких условиях. Особенно тяжело пришлось семьям с детьми, кто мог, уехал к родным. Просто собрались и уехали к бабушке. Это вот хорошо, что где-то кто-то рядом есть. Собрались и поехали. А как? В таком холоде воды нет, света нет, тепла нет. Ребенок маленький, восемь месяцев. А у нас, извините, нет общественных туалетов, у нас нет колодцев, и нам не привезли даже воды ни разу. По словам жителей, причиной такой ситуации стала перегрузка сети. В каждой квартире работают по два-три обогревателя. В домах до сих пор холодно. Подать тепло обещали к 20 числу, однако в этот день люди узнали, что их микрорайон переводит на другую котельную. И пока они сделают новую теплотрассу, отопление вряд ли появится. Вот тут траншею, вы сейчас ее увидите, она перекопана, ее выкопали, уложили там трубы. Эти какие-то стали укладывать после нашего звонка в мэру, мы стали надоедать, понимаете, что ну как это так, отопление у нас, мясокомбинат перекрыл. Они стали что-то вроде бы двигаться. Потом говорят, мы заказали в Барнаул трубы, которые еще не пришли. Их действительно до сих пор так и нет. Люди говорят, виной всему конфликт между поставщиком и покупателем тепла. Суть вопроса в большом долге. Еще в июле руководители котельной мясокомбината отказались отапливать, о чем известили администрацию Черепанова. За несколько месяцев вопрос так и не сдвинулся с места. У КИЦ, вот теплоснабжающая организация, должна была построить эту теплотрассу до 20 сентября и сдать ее в эксплуатацию, то есть пустить по ней тепло от этой котельной. В связи с чем администрация города выполнила свои обещания, то есть мы оформили кредит, КИЦ не выполнил обещания, то есть не построил теплотрассу, в связи с тем произошел срыв начала отопительного сезона. В администрации заверили, отопление уже начали подавать в дома, а в течение нескольких дней параметры подачи доведут до нормы. Ирина Звягина, Александр Давыдов, Новости ОТС. Ирина Звягина, Александр Давыдов, Новости ОТС.